Льготы на земельный налог и налог на имущество физлиц по-прежнему будут получать женщины от 55 лет, мужчины от 60 и те, кто имеет право досрочно выйти на пенсию. Президентский законопроект донские депутаты одобрили большинством голосов. От голосования воздержались лишь две фракции – Справедливоросы и КПРФ. Сохранение налоговых льгот касается многих жителей Ростовской области. Сейчас в регионе больше 456 тысяч пенсионеров по возрасту пользуются льготой на земельный налог, а по налогу на имущество физлиц – больше 620 тысяч. Считаем, что это не последние поправки в федеральное законодательство. Необходимо расширять перечень льготных категорий граждан в связи с достижением определенного возраста. Работа над этим будет продолжена. Напомню, что на первом заседании ЗАГС Собрания 6-го созыва депутаты приняли областной закон, внесенный губернатором, предусматривающий сохранение региональных льгот ветеранам труда и средским бюджетникам в предпенсионном возрасте – с 55 лет для женщин и 60 для мужчин. А сейчас парламентарии поддержали еще один губернаторский законопроект. С начала следующего года неработающим пенсионерам старше 70 лет, живущим с инвалидами, будут компенсировать половину взносов на капремонт, а старше 80 лет – всю сумму. Этот закон стал федеральным по инициативе донских депутатов. Мы наконец-таки завершили длинную эпопею предоставления льготы по оплате капитального ремонта для совместно проживающих инвалидов и других категорий льготников, которые ранее не были учтены в федеральном законодательстве. Мы этот вопрос за полтора года довели до логического завершения. Раньше пенсионер мог воспользоваться льготой на капремонт, но лишался ее, если жил вместе с инвалидом. Компенсацию получал только инвалид. Поддержали депутаты и проект областного закона о прогнозном плане приватизации госимущества на 2018-2020 годы. Планируется продать в частные руки 43% акций футбольного клуба «Ростов». При этом контрольный пакет акций – 51% – останется у областного правительства. Продолжение следует...